Субботник. Здравствуйте! Добро пожаловать на новый урок русского языка 100% по-русски. Сегодня я хочу рассказать вам, что такое субботник. Если вам нравится такой формат видео, то ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик, чтобы получать уведомления, когда я публикую новый урок русского языка. И теперь пришло время узнать, что такое субботник. Однажды я рассказывала своим ученикам про то, как я училась в школе, что мы делали в школе, и речь зашла о субботниках. Однако никто из моих слушателей не понял, о чём идёт речь и что значит это странное слово «субботник». Сейчас я вам объясню, что значит «субботник» и как появилось это явление. Со школьных лет я всегда ходила на субботники. Это было для меня чем-то абсолютно нормальным. Можно даже сказать, что это была некая традиция. Во время субботников в школе, которые чаще всего проходили по субботам, мы убирали территорию вокруг школы. Например, мы собирали листья, собирали мусор, который был рядом со школой. Мы не работали на мусорках, но, например, если на дороге лежала обёртка, нужно было поднять эту обёртку и выбросить. Мы убирали не только территорию вокруг школы, но и наводили порядок в самом здании школы. Например, мы мыли парты, мы мыли стулья, мыли цветы, вытирали пыль, мыли полы. Что мы ещё делали? Мы отдирали застывшую жвачку. Потому что, когда я была в школе, это была большая мода – жевать жвачку. И когда ты жуёшь жвачку во время урока, тебе нужно её куда-то выплюнуть. А учителя, они всегда ругались. Они говорили «Выплюнь жвачку! Нельзя жевать жвачку на уроке!» И часто школьники, они бросали жвачку на пол в школе. И из-за этого на полу всегда была прилипшая жвачка. И во время субботников нам нужно было отдирать специальным, как сказать, маленьким ножом эту прилившую, застывшую жвачку. И ещё мы отдирали жвачку из-под парт. Потому что на столе мы пишем, а когда на уроке нужно было спрятать быстренько жвачку, что мы делаем? Мы брали жвачку и клеили её под стол. Да, это плохо, но в школе мы так делали. И честно, я тоже так делала несколько раз в школе, но потом на субботниках мы всё, я в том числе, отдирали. Вот такие у меня интересные воспоминания, связанные со школой. Итак, в школе нас иногда собирали на субботники. Субботники чаще всего проходили по субботам, и это было осенью, либо весной, но чаще всего весной. Субботники проводились вместо уроков или иногда даже во время уроков. То есть мы приходили в школу на уроке, а нам учителя говорили, у нас субботник, мы идём убираться. И тогда мы все вместе выходили на улицу, потому что чаще всего субботники были на улице, и убирали территорию вокруг школы. И я должна вам сказать, что нам нравились субботники, потому что можно было вместо уроков пойти на улицу, на улице солнце, хорошая погода, весна или осень, и мы собирали листья или собирали мусор. Это было интересно. Мои родители тоже ходили на субботники. Друзья моих родителей ходили на субботники. Мои тёти, дяди, бабушки – все ходили на субботники. И я была абсолютно уверена, что во всём мире люди ходят на субботники. Но это оказалось не так. На субботники, как это впоследствии оказалось, ходят только люди, которые живут в странах бывшего Советского Союза. Потому что само явление субботников зародилось в Советском Союзе. Я хотела бы поблагодарить людей, которые делают пожертвования для моего канала по PayPal. Спасибо большое. Благодаря вашей помощи у меня есть возможность выпускать уроки русского языка чаще и улучшать их качество. Спасибо большое. Если у вас есть желание и, конечно же, возможность поддержать мой канал, то я буду вам очень признательна, если вы сделаете пожертвование на мой аккаунт PayPal. Ссылка находится в описании этого видео. Первые субботники возникли весной 1919 года, после того, как Ленин призвал улучшить качество железных дорог. В то время СССР находился в достаточно тяжёлом положении из-за гражданской войны и военной интервенции. Самый-самый первый субботник произошёл 12 апреля 1919 года, когда 15 рабочих не ушли после работы домой, а остались на всю ночь на работе, чтобы ремонтировать поезда. И они работали всю ночь, 10 часов, и работали они бесплатно. В мае того же года рабочие других железных дорог, а также рабочие заводов, фабрик, они решили последовать этому примеру и тоже оставались на ночь на работе и работали абсолютно бесплатно. 1 мая 1920 года был организован первый Всероссийский субботник. И только в Москве на этом субботнике, согласно данным, участвовало 425 тысяч рабочих. В тот день субботник прошёл и для работников Кремля. Сам Ленин принял участие в субботнике и 4 часа носил брёвна по Красной площади. Я не знаю, зачем он носил брёвна, вероятно, там что-то строили. Но вот сам Ленин принял участие в этом субботнике 1 мая 1920 года, и после этого субботник стал официальной традицией. И субботник стал обязательным. То есть организовывали субботники, и было обязательно приходить на эти субботники и работать бесплатно во внерабочее время. В наши дни многие учебные заведения, как школы, университеты, институты, а также частные и государственные организации сохранили традицию субботников. В наши дни никого не наказывают и не увольняют, если он не придёт на субботник. Но всё равно все люди приходят на субботник, чтобы потом на них не показывали пальцем и не говорили «Ха-ха-ха! Он или она не пришёл, или не пришла на субботник». В некоторых городах объявляют даже общегородские субботники, когда все жители города в субботу или воскресенье иногда выходят на улицу и убирают мусор, сажают цветы и деревья. Таким образом, в современной России осталось наследство коммунизма – субботники. А что вы думаете о субботниках? Хотели бы вы поучаствовать в субботнике? Или чтобы в вашей стране тоже регулярно проводились субботники? Напишите, пожалуйста, об этом в комментариях. Я надеюсь, что вам понравился этот урок русского языка. Если это так, то ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик, чтобы получать уведомления, когда я публикую новый урок русского языка. И заходите в описание этого видео. В описании вы найдёте ссылки на интересные статьи об истории субботника, которые я использовала для подготовки этого видео. Я надеюсь, встретиться с вами очень скоро на следующем уроке русского языка. И сейчас пришло время сказать до свидания! Субтитры сделал DimaTorzok